Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Мы в эфире. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Это программа Другой Мир. И в студии Татьяна Доля, сертифицированный энергоинформационный корректор и специалист по работе с внутренними ресурсами человека. Сегодня помогать буду я, Олег Пекко. И с нами по скайпу наш сегодняшний собеседник Александр Меньшиков. Это создатель проекта «Революция сознания», ведущий семинаров и трансляций, специалист в области поведенческой психологии. Здравствуйте, добрый день, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте вам и всем нашим слушателям. Очень рада вас увидеть и познакомиться. Я буквально пару слов скажу. Я пригласила Александра, он сам из Санкт-Петербурга. И я пригласила Александра, и очень-очень сожалею, что у нас не получилось сочная с вами встреча, да? Потому что у него должен был быть семинар вот 8 апреля в Риге. Но я надеюсь, что мы еще с вами когда-нибудь встретимся. Но получилась такая у нас онлайн с вами встреча, да? И могу еще добавить, что Александр является, в принципе, еще российским психологом, астрологом, мистиком, исследователем и много-много всего еще, я так понимаю, да? Александр кивает, в общем, мы понимаем, что это еще перечень титулов наверняка длинный и большой. Да, да, но это не титулы, это такие формальные ярлыки, конечно. Просто очень сложно как-то конкретизировать. На самом деле, наверное, психолог – самая корректная формулировка, потому что психология, да, а психия – это душа, да, а психия. И, соответственно, все мы так или иначе занимаемся вот этой нематериальной составляющей нашей сущности, да, то есть нетелесной или сверхтелесной, метателесной. Но, собственно говоря, наверное, это самая корректная формулировка, она простая и так и остается. Но с другой стороны… Все остальное – это, конечно, уже просто слова. Ну, смотрите, Александр, вот как бы мы ни говорили, что все-таки мы не обращаем внимания на телесное, но, тем не менее, в условиях карантина все наши телесные какие-то субстанции заперты в пространстве. Для многих это довольно тяжелое испытание, потому что у нас, скажем, в Латвии не такой строгий карантин. В других странах он действительно, ну, очень травмирует психику людей, когда они выходят, может быть, только один раз в день, там, для того, чтобы или выгулить собаку, или сходить в магазин. Вот это насколько, скажем… Ну, вот, на мой взгляд, вот в этом и есть системное нарушение, которое было выявлено, да, вот вследствие вот этих событий. Человек, который привыкает с детства, вот мы рождаемся, и все куда-то бегут вокруг, да, бегут. И ребенок, он хочет, наверное, спросить, а зачем бегут, куда бегут, что вообще происходит. Но ему говорят, нет времени объяснять, давай беги. Да, и весь наш мир устроен вот на таком невротическом беге, абсолютно бессмысленном в большинстве своем, выживательном, да. Да, и когда вдруг происходит что-то, что заставляет человека остановиться, ему становится невыносимо сидеть день или два дома. И это показатель, как бы, ну, на самом деле глубокого невроза нашего общества и больших нарушений в том, как наше общество организовано. Потому что, посмотрите, тот факт, что там, например, люди в мире в течение недели или двух не ходят на работу или работают удаленно, означает катастрофические последствия для экономики. То есть, получается, наше общество не предусматривает человеку возможность просто или человечеству отдохнуть всего лишь, там, одну или две недели в месяц. Ну, вот сейчас большой эксперимент. Что? Сейчас большой эксперимент. Да, такой, может быть, нежеланный, но он, видимо, в какой-то смысле нужный, потому что это встреча с самим собой. Вот смотрите, да, когда мы останемся наедине с самим собой, со своими близкими, со своей жизнью, да, как мы её организовали, и у нас нет возможности от этого убежать, то удариться в этот, опять же, невротический бег от самого себя, то, конечно, большинство людей воспринимают это как что-то неприятное. И это тоже вопрос, соответственно, как так получается, что мы строим такую жизнь, в которой нам страшно оказаться наедине с собой, вообще увидеть себя или близких настоящими в таком вот состоянии небега. Секунду. И, соответственно, это хороший вопрос задать, можно задать себе, да, хорошее время задать себе вопрос, а какой я, от чего я хочу? И здоровая психика может переносить любое состояние одиночества, любой взрослый, полноценный, относительно здоровый человек способен на это. Взрослый, я имею в виду зрелый, да, зрелый психически, психологически. А что касается вот как бы того, что люди испытывают дискомфорт, ну, когда-то же они должны это пройти. Ну, может быть, с точки зрения астрологии, вот даже, ну, я бы просто хотела, чтобы вы со своей стороны сказали, что происходит с точки зрения астрологии, как планеты повлияли на эту ситуацию, безусловно, да? Суперлуния, кстати. Да, ну, это сегодня, да. Смотрите, на самом деле мы живём в такую интересную эпоху, когда идёт схождение многих астрологических циклов одновременно. Да, конечно, во-первых, мы живём в очень длинном, большом цикле, который длится 26 тысяч лет, 26 тысяч лет. И вот сейчас мы переживаем смену 26 тысячелетних циклов. Это цикл прецессии земной оси. Так, это первый цикл. Второй цикл, он более, не более маленький, да, он связан с циклами, которые длятся 2000 лет, 2100 лет. Это циклы, опять же, той же прецессии, нахождения в определённом знаке. Мы переходим из эры рыб в эру водолея. И это тоже определённая смена парадигмы, смена главенствующей энергии. И эра водолея, она характеризуется переходом в эпоху коллективности, переходом в эпоху унификации, не в смысле унификации, а в смысле united, объединения, соединения. Мы действительно видим эти признаки в том, что в начале эры водолея, которая, соответственно, сейчас наступает, мы видим распространение интернета, мы видим вот эти интеграционные процессы в Европе, да, мы понимаем, что мир рано или поздно станет единым местным, да, где не будет границ, где не будет каких-то, где будет сейчас всё сложнее и сложнее противопоставить одного человека другому или натравить одного человека на другого. Разумеется, определённые силы и определённые организации, которые любят, чтобы вещи оставались по-старому, да, и которые живут по принципу «разделяй властв», они, конечно, заинтересованы, чтобы мы этот процесс не осуществляли, да, объединение. Но на самом деле это уже неотменимо. Вот я только хотела сказать, что это уже не остановить этот процесс. Я наоборот, мне кажется, что вот сейчас как раз-таки Европа вдруг разделилась, и некоторые звучат голоса, что вообще интеграция, глобализация, они провалились, они рухнули, люди отказались от них, и люди вот готовы замкнуться в своих маленьких национальных квартирках и не хотят объединяться. Это, разумеется, все процессы, на самом деле, в мире движутся по принципу два шага вперёд, шаг назад, да, и, разумеется, есть и те, и те настроения, да, но для того, чтобы понимать суть, нужно смотреть на глобальный тренд. Я уверен, что сейчас Европа, если им предложить разделиться и предложить ей начать, допустим, оформлять визы для поездки в соседние страны, предложить жителям другие какие-то моменты, связанные с обособленностью, то люди просто не смогут понять, как это. То есть когда ты привыкаешь жить без границ, то тебе будет очень сложно понять, каково это жить с границами. Сознание не может вернуться к более обособленному состоянию, мы все так или иначе стремимся к дружественности. И вот тема Эры Водолея — это дружественность. И на самом деле даже в ситуации этого кризиса, сколько мы видим общения между людьми. Да, люди замкнулись, сидят дома, какие-то не могут как-то взаимодействовать и путешествовать, но сколько мы видим дружественности, поддержки, теплоты. Тем не менее, да, в интернете мы видим видео, да, выкладывают, когда люди, ну, та же Италия выкладывала, если мы видели все в интернете их ролики. Люди объединяются даже, да, они объединяются в этих ситуациях, в тяжелых для них ситуациях, потому что эти страны, Италия, Испания, они пострадали, в общем-то, достаточно сильно. Знаете, вот всегда, когда я говорю о таких вещах, есть голос кого-то, который говорит, вот посмотри, все же осталось по-старому, да, вот люди вот здесь, они, например, боятся, здесь они обособились, здесь это может провалиться, мир не меняется. Есть всегда люди, которые говорят, что мир не меняется. На самом деле, опять же, во-первых, нужно смотреть в долгосрочные тенденции, и мир с каждым годом, если мы посмотрим на всю тенденцию, там, 20-го, 21-го веков, мы увидим, что мир становится более безопасным местом, чисто по статистике, есть такое криминалистике понятие «великое снижение преступности», да, оно существует, с каждым годом жизнь становится безопаснее, и мир становится более взаимопроникающим местом. Конечно, не будет такого, что в один день все объединятся, будет единое мировое правительство, которое будет само решать, что делать с миром. Нет, это будет процесс медленный, процесс, опять же, волнообразный, но тенденция, она абсолютно, да, она неоспорима. Мы начинаем жить в более дружественном мире, в более дружественной реальности. Это тенденция Эрвадолея. И третий момент астрологический, он более локальный, это то, что сейчас происходит, это транзиты и соединения Сатурна, Юпитера и Плутона. Тематика Сатурна — это ограничения, тематика Плутона — это глобальность, это судьбоносность, это рок, это то, что затрагивает всё общество целиком. Тематика Юпитера, она здесь добавляет, вот сейчас идёт соединение с Юпитером, и это как раз-таки выход, она предполагает выход, потому что Юпитер управляет вхождением в новую реальность, в новый эгрегор, в новую парадигму, в новую систему. И поэтому Юпитер как раз-таки здесь может означать, вот текущее соединение с Юпитером Плутоном может означать выход из этой ситуации. А Сатурн, конечно, принёс нам эту ситуацию. Я это, ну, сказал бы так, что это общепланетарный ретрит, наконец-то планета села на ретрит. И заметьте, что интересно, что если раньше мы реагировали на человечество, не обязательно там раньше, не 20 лет назад, а раньше 200 лет назад, вся история человечества, она же такая, на самом деле, большая, 40 тысяч лет человеческому виду. И мы, скажем так, всю историю до последних дней реагировали на такие события разделённостью, агрессией, злобой, войнами. А сейчас мы начинаем реагировать на каждое такое событие коммуникацией, поддержкой. Всё равно эта тенденция есть, и она показывает себя. И получается, что как раз-таки сейчас, возможно, мы выйдем, проявятся новые формы, новые структуры и новые способы жить после этого. А вот этот глобальный ретрит, эта глобальная практика уединения, конечно, очень полезна для человечества. Наконец-то мы поймём, что мы, в принципе, можем выживать без этого невротического бега. А вот у меня, Александр, всё-таки вопрос как раз по первому циклу, 26 тысяч лет. Вы говорите сами, что, ну, в принципе, там учёные говорят 50, кто говорит 50 тысяч лет назад, наши предки вышли из Африки и стали покорять мир. Кто-то говорит, ну, там меньше-больше. Но вот 26 тысяч лет, что отмерял этот период? Потому что если мы отмерим 26 тысяч лет назад, то, в принципе, наши предки как раз в это время осваивали мир и жили в таком пещерном состоянии, то есть это были, ещё сосуществовали, по-моему, с неандертальцами наш человеческий вид. Вот что этот период означает? Вообще, на самом деле, история человечества, если… Я сейчас обрисую такую картину мира, она непроверенная, но она имеет определённые точки соприкосновения с классической фундаментальной наукой. Смотрите, известно, что человеческому виду, как таковому, порядка 100 тысяч лет. То есть раньше, чем 100 тысяч лет назад, было 17 видов людей, об этом писали даже научные издания. То есть порядка 17 видов человекообразных существ было. Но в какой-то момент произошло странно. Вот мы видим кошечек-собачек, у них целое семейство различных видов, семейство кошачьих и так далее. Человек, он один такой. И это странный вообще показатель, который для природы не свойственен, когда есть только один вид. Мы не берём различия в расах и национальностях, это всё в пределах одного вида. Так вот, человек как один вид появился порядка 100 тысяч лет назад, и произошло, скажем так, уничтожение или исчезновение вот этих 17 видов, 16 остальных видов. Как такое произошло? Никто не знает. Возможно, что это и есть тот метафорический процесс, который описан в священных книгах разных национальностей, процесс творения или зарождения жизни, когда остался только один доминирующий вид. Или было привнесено изменение какое-то генетическое в один доминирующий вид. Так вот, по факту человечество прожило 4 цикла, 4 цикла прицессии земной оси. То есть земная ось описывает окружность на небосклоне. Скажем так, мы же под наклоном находимся, она ещё двигается определенным образом. Она описывает одну окружность порядка 26 тысяч лет назад. На самом деле 25 и ещё несколько цифр, но вот мы возьмём 26 как усреднённое число. Так вот, первые два цикла происходило, понятное дело, окончательное формирование вида. И примерно где-то 40-50 тысяч лет назад оттуда ведут свою родословную австралийские аборигены, которые не были выходцами с Африки, скорее всего. Оттуда ведут свою родословную гавайские аборигены, жители острова Пасхи традиционной. То есть очень много традиционных островных племён ведут свою родословную 40-50 тысяч лет назад. Египтяне, они пишут о том, что истории Египта 30 или больше тысяч лет назад, они говорили, сначала 10 тысяч лет правили боги, потом 10 тысяч лет полубоги, и потом 10 тысяч лет фараоны, люди. И получается, что даже традиционная история, она может быть несколько иной. Да, и была жизнь, которая зародилась в Африке. Но с моей точки зрения, жизнь зарождалась в разных частях планеты. А вот этот процесс заселения был в разных частях планеты, и он был не совсем такой, как его описывает традиционная наука. Более того, даже в Турции есть раскопки, есть косвенные свидетельства того, что жизнь там была задолго до того, как вы привыкли считать, говорить про междуречия и прочие вот эти... Может быть, мы всё-таки вернёмся к нашему времени, и мне бы хотелось немножечко, чтобы вы пару слов рассказали, ну хотя бы у нас не так много этого эфира, чтобы вы могли рассказать о своём проекте «Революция сознания». Да, это ваш проект. Просто пару слов. Да, я сейчас каратенечко закончу, потому что мысль осталась завершённой. Так вот, по факту, 26 тысяч лет назад происходило, вот в начале этого последнего цикла происходило то, что в, скажем так, в различных эзотерических или духовных текстах называется Атлантида, да, то есть островная жизнь людей, которая в последние 26 тысяч лет, она вот расширялась по планете, да, то есть люди сначала жили в Атлантидах, ну так, это универсальное название для вот этих поселений, соответственно, островных, и много есть историй о том, что люди уходили с этих островов или острова были затоплены, и где-то 10 тысяч лет назад, да, вот началась наша уже более или менее известная история. Так что вот эти циклы, они условно отмеряют некие… На самом деле эти циклы, они напрямую не связаны с историей, они больше связаны с эволюцией человеческого сознания, то есть за 26 тысяч лет сознание проходит полный цикл купания или как бы погружения в различные энергии, да, и сейчас мы просто на пороге нового цикла, который будет сообщать нам, опять же, те же самые энергии, но уже на другом уровне. Александр, пришёл вопрос по СМС нам. Ваш собеседник слишком молод, чтобы рассуждать о таких важных вещах. Скорее всего, он повторяет сказанное другими. Ну, то есть вот такой комментарий, что вы отметите? Слушайте, я на самом деле такую точку зрения слышу довольно часто. Наверное, не первый раз, да. Особенно когда выступаю в местах, где меня люди не знают. На это я могу сказать очень просто. Возраст не есть показатель мудрости, да, мы это, наверное, все прекрасно понимаем. Возраст есть в лучшем случае показатель опытности. Опыт не является универсальным показателем того, человек способен вообще, нужно ли человека слушать или не нужно, потому что опыт, мы его получаем каждый по-своему, и мы можем, на самом деле, выносить совершенно разные опыты из одной и той же ситуации. Это теория. Теперь практика. Слушайте сердцем, воспринимайте, откликается или не откликается. Я никого не пытаюсь научить, никого не пытаюсь обратить на свою точку зрения. Я точно такой же, как и все, человек преследует реальность, пытаюсь понять что-то, разобраться в чём-то. Никого не собираюсь, ничего научить. Я думаю, мы ответили на вопрос. Тут ещё просто пришёл один вопрос. В самом начале, когда вы говорили про душу, чем психика отличается от души, где расположено то и другое у человека? Слушайте, начнём с того, что и психика, и душа – это просто слова, которые пытаются объяснить некий феномен, некое явление, суть которого мы не можем до конца пока понять. То есть где расположена любовь у человека, где расположена у человека дружба. Это мы тоже не можем ответить на этот вопрос, потому что это абстрактные понятия. Но если говорить так, то душа – это вообще, как я понимаю, тело – это тоже душа, только более плотного проявления. Я думаю, что мы все состоим из души. И более того, наша материальная реальность – это тоже душа Бога, которая просто более плотной вибрации. Знаете, как я называю корочкой на хлебе? То есть корочка – это тоже хлеб, но просто она более твёрдая. Вот так же и наше тело, и наша реальность. И вот этот столб, с которым я сейчас сижу, он тоже душа Бога, просто более плотной вибрации. Поэтому душа есть всё, а психика – это наши физические, материальные структуры, с помощью которых мы можем мыслить, воспринимать, чувствовать, и в том числе и проводить энергию нашей души, сознание нашей души вот в этот трёхмерный материальный мир. Ну, просто не всем людям… Не все люди могут понимать такие вещи. Это действительно достаточно тонкие вещи. И кто-то привык мыслить по-старому. Сейчас очень много людей, и очень много молодых людей. Я просто вот к вопросу, да, о возрасте. Сейчас очень много молодых людей. И я очень люблю такие встречи. И очень благодарна Александру за эту встречу, которые молодые, и они могут дать миру очень много. И я бы даже сказала больше, чем что-то, что было раньше. Вот, поэтому вопросы такие были, есть и будут, безусловно. Конечно. Не, ну я когда-нибудь отпущу городу. Просто мне 30 лет, но я выгляжу ещё моложе, и как-то оно так получается. Если вам как бы нужны какие-то регалии и подтверждения, я могу сказать, что моё подконсультирование – это, наверное, более тысячи человек. Я имею в виду в личных консультациях, да, и работаю с людьми. То есть у меня хорошая практика, большая. Да, как психолога. Если говорить про образование, то там тоже всё в порядке, поэтому… Никто не… Ну, мы не сомневаемся, да. Просто вот пришёл такой вопрос от слушателей, естественно, что мы его озвучили. Ну, я для слушателей, конечно же, отвечаю. Просто нам на определённом уровне нужны какие-то регалии, а потом уже на следующем уровне мы начинаем воспринимать сердцем. И для этого просто нужен контакт с собой. И карантин – хорошее время для того, чтобы смотреть на вещи, опять же, не из головы, не из наших оценок и шаблонов, а просто почувствовать. Если вам близко, если вы чувствуете теплоту к тому, что я говорю, хорошо. Если нет, значит, просто вам кто-то другой будет резонировать. Другое дело, что если вы не откроете свою чувствительность, не задействуете, то вам никто не будет отвлекаться. И вот это самое страшное. Ну, в общем-то, эта передача и задумана была в таком же формате, что никто никому ничего не навязывает. И мы встречаемся с разными людьми, которые… Любой человек может вдохновить кого угодно из тех, кто слушает нас. Ну, а как же вступить в мою секту? А как же переписать на меня квартиру? Я, разумеется, не херонизирую. Можно такой вопрос, Александр, от меня, да? Вот просто я думаю, что у многих есть такой вопрос, сейчас очень модное и популярное такое понятие, как вот все манипулируют и эксплуатируют… Там всё в порядке с интернетом? Да, всё в порядке. Эксплуатируют слово «духовность», да? Вот. И что в вашем понятии «духовность», «духовный путь», «духовное развитие»? Как вы его для себя видите, чувствуете? Хорошо. Люди вообще разделяются, это свойства нашей психики, разделяют себя и некий мир Духа или мир Бога. И поэтому для них духовность – это там унестись в медитации, почувствовать какой-то свет, пламя, куда-то дотянуться, допрыгнуть, не знаю, совершить какие-то ритуалы. Для меня духовность – это то, насколько мы проявляем наше истинное содержание Бога внутри нас в нашей жизни. И получается, что человек, когда он думает по первому шаблону, он не понимает, что единственный источник Бога для него находится внутри него самого, в том числе внутри его физического тела. И иногда какие-то очень простые вещи являются более духовными, чем то, что мы считаем духовностью. Иногда просто бережность к себе, умение слушать и слышать себя, это умение работать со своим внутренним миром и со своими эмоциями. И, соответственно, как следствие, сострадание к другим, бережность к другим, забота о других. Все эти вещи, они куда более духовны, чем когда мы уходим от близких, садимся в медитацию… Вот я только хотела сказать, чем иногда исполнение каких-то ритуалов. Абсолютно согласна с вами. То есть духовный путь – это то, когда ты выражаешь Бога или свой дух, проявляешь его в своей жизни, дух, который находится внутри тебя, а не какой-то внешний. Потому что любой внешний Бог – это идол. Почему, соответственно, символически разрушали идолов, не сотвори себе кумира? Потому что любой внешний Бог, любая внешняя духовность, любой даже Бог на небесах – это идол. Это внешний источник, которому ты никогда не достигнешь. А если почитать труды святых отцов в православии, если мы посмотрим труды просветлённых в восточных религиях, мы увидим, что всё сводится к тому, что они обращаются к Богу, к своей душе. Царствие Божие внутри нас есть. И всё. А больше его нигде нет. Вот парадокс в том. То есть после смерти мы не уйдём в другое пространство, где будет Бог и где будет всё хорошо. Раят, он прямо в этой жизни. Ну вот я слушала ваш прямой эфир в Инстаграме, совершенно потрясающий, где была… Просто расскажу в двух словах, где была встреча в эфире с вашими организаторами. У Александра он ездит по всему миру со своими семинарами, со своими лекциями, я так понимаю, да? И есть уже конкретные организаторы и в Израиле, и в Париже, и в Праге. В общем… И в Латвии есть. И в Латвии, я уже сказала, и в Литвии есть. Да, очень много где. И вот как раз в этом прямом эфире там Саша организовал встречу с этими людьми. Я была совершенно тронута. Настолько светлые, настолько чистые, настолько вдохновляющие, и сердечные, вот я их так называю, сердечные, да, что я получила такой заряд вообще тепла, и это было потрясающе, правда? Да, мне везёт. В этом плане у меня какие-то абсолютно потрясающие люди со мной сотрудничают. И вот хочу передать привет женщине по имени Инта Блума. Она ваша соотечественница, она писательница, довольно известная в Латвии. И она, мы с ней работаем, она тоже помогает мне с мероприятиями в Риге. В Риге, да, да. 28 мая, если всё будет хорошо. Если всё служится, да, да, да. Будем ждать вас. Ну и вот я всё время, слушая ваши какие-то семинары или интервью, выложенные на Ютубе, всё время звучит вот такая фраза, что я там, где есть свет и любовь, да. И я так понимаю, что это и есть ваше вот то, что вы транслируете в этот мир, то, что вы своим, ну, я бы сказала так, почитателям, кто вас слушает, да. Писателям, да, почитателям. Ну, как бы мы их ни назвали, но тех людей, которые вдохновляются вами, да, они слушают ваше интервью и ваши семинары. И, наверное, это и есть часть вашего, того, что вы хотите донести. Послание. Послание, вот. На самом деле у меня послание, оно довольно простое. Если его очень коротко сформулировать, то оно будет звучать примерно так в нескольких предложениях. Мы, когда мы рождаемся, мы, у нас есть воспоминания о нашей естественной природе, о нашем естественном доме, о естественном состоянии любимости, о вот этом состоянии покоя и гармонии. И потом мы его теряем, и мы всю жизнь его ищем. И ни одно, на самом деле, духовное начинание, да, формальное. Мы, на самом деле, не хотим просветлеть или стать святыми или чего-то ещё. Мы хотим вернуться вот в это состояние безусловной любимости, в состояние безопасности, в свой дом, да, мы ищем свой дом. И вот пока мы идём за внешним, мы никогда этот дом не обретём, даже если мы идём за внешним духовным учением. Поэтому единственный путь — это повернуться к себе, пойти в своё внутреннее пространство, причём физически, и пойти в своё тело, пойти в свои эмоции, пойти в свои ощущения, пойти в своё, в своё, ну да, в своё тело. И найти там, помимо всего того, что там есть неприятного для нас, да, того, что вылезает сейчас на карантине, найти ещё и вот этот самый дом, который там всегда был и который тебя всегда ждал. Это ощущение безопасности, любимости, нужности. И тогда страдания жизни прекращаются. И тогда это то, что называется пробуждением. Развернуться к себе. Это и есть революция сознания, которую я так вот символически называю. То есть разворот, мы всё время ищем перемен во внешнем, а на самом деле самая единственная во нужное перемена происходит, когда мы поворачиваемся к себе. Ну вот как по-вашему, почему сейчас так много людей, которые действительно стали задаваться вопросом, зачем я здесь, кто я вообще, и почему я, ну и вообще, что здесь происходит, да? Раньше так люди не интересовались этим вопросом, да? Ну это естественный процесс, наконец-то. То есть мы как цивилизация взрослеем, и мы переживаем сейчас такой переходный возраст, да? Как, опять же, как земная цивилизация. И мы наконец-то спрашиваем, о чём мы реально хотим, да? Ничего нам говорили. И для чего мы пришли в этот мир? А вот интересный вопрос, действительно. Если сопоставить с жизнью человека жизнь нашей цивилизации, на какой стадии сейчас мы находимся? Да, я думаю, что мы где-то на пубертатный возраст переходный, наверное, мы нам лет сейчас 16, вот так. Мы уже не готовы действовать по-старому, да? Постепенно у нас появляется это, но мы ещё пока не понимаем, как действовать по-новому. И мы уже подрались достаточно, мы уже наворотили всего достаточно, но пока ещё конструктивная повестка только вырабатывается. То есть этот возраст 16 лет, это, в принципе, как раз опасный возраст, когда мама ничего не знает о жизни, мама не права. И возраст такого, ну, набития шишек по большому-то счёту. Ну, я бы сказал, что мы уже основные шишки набили где-то в 20 веке. Сейчас уже хоть чуть-чуть пробуждается какое-то. Сейчас же дети быстрее немножко. Да, да. И они вообще другие приходят в этот мир. Что? Они вообще другие приходят в этот мир, дети. Я бы сказал, что да, мы сейчас приближаемся, очень тихонечко, очень медленно приближаемся к совершеннолетию, к какой-то самостоятельности. Конечно, ещё не там, но дай Бог. Ну вот всё больше людей, действительно молодых людей, самостоятельно пытаются разобраться во многом, они пытаются разобраться в этом, действительно, для чего всё. Ну, с другой стороны, вот этот вопрос, для чего мы живём, когда, ещё я помню советское время, когда было всё очень просто. Впереди у нас ожидается коммунизм, мы просто приближаем вот это время, то есть ты работаешь, ты вкладываешь кирпичик в эту стену. Капиталистическое общество, в принципе, говорит о том, что ты живёшь для себя, для своих удовольствий, твоя задача – получить от жизни по максимуму, и ты успешен. Ну, вот прекрасный пример книга, «Богатый папа, бедный папа». Там вот именно, раз ты такой умный, чего ты такой бедный? То есть если ты успешный, у тебя должны быть обязательно материальные какие-то символы твоего успеха. Вот что всё-таки, ну вот это вот как два примера, сейчас как будто бы мы отказались от одного, другого. Что сейчас? А вот сейчас, на самом деле, мне кажется, что мы в молодом поколении видим вот то самое, как бы, духовное начало, но не с точки зрения, там, не знаю, религиозности или как мы это привыкли воспринимать. Смотрите, молодёжь сейчас, я сейчас буду говорить чисто про экономику, молодёжь сейчас не покупает квартиры, не покупает дорогую одежду. Есть даже теория о том, что, ну, в принципе, люкс-бренды, они скоро закончатся, да, более того, они все стремятся выпускать сейчас более доступную одежду, появились люксовые подразделения, потому что они пытаются спастись от этого. Перестали покупать вещи. Торговые центры в Америке вымирают, да, как явление торговых центров заканчивается. Макдональдсы стали выпускать больше, там, рыбных, а не мясных продуктов. Пиво снижается потребление, вино снижается потребление. Молодёжь сейчас, и она уже не в том потребительском обществе, в котором, ну, соответственно, были там наши, допустим, родители, даже явно расставал в 90-е. Мы живём немножко сейчас уже, даже экономическая ситуация сдвигается. Сейчас ценности какие? Выразить себя или узнать себя? Молодёжь выбирает путешествовать вместо покупки квартиры, да, узнать мир, понять, через мир понять себя. Она выбирает не идти в корпорацию, а делать стартапы, да. Вот стартап как явление же, да, это вообще уникальная вещь, потому что она абсолютно противовыживательная. То есть человек говорит, я буду делать то, что я хочу, даже если это не приносит денег. Слава богу, что есть венчурные фонды, которые, ну, по крайней мере, за рубежом хорошо развиты. У нас на постсоветском пространстве это пока ещё работает плохо, хотя я знаю хорошие стартапы из Латвии, которые всё-таки получше даже, чем в России, наверное, обстановка. Вот, поэтому мы... Есть такие первые росточки даже в экономике, которые говорят о том, что ценностная палитра изменилась. Ценностная палитра изменилась. И это вот как раз-таки истинная духовность. Потому что основной вопрос молодёжи, они говорят, мы наигрались и в то, и в другое, да, ну, скажем так, в прошлой жизни, да, а наши родители наигрались. Вопрос, кто мы и чего мы действительно хотим. Но для этого нужно знать, кто мы вначале. Поэтому большинство сейчас молодёжи выбирают путешествовать. Ну, и здоровый образ жизни, он тоже в тренде сейчас. После школы время, чтобы поездить и понять себя. Да, да. И все, я смотрю, вот сколько я вижу молодых, и у меня сын, да, и его окружение, они действительно для них, вот то, что сейчас в тренде, здоровый образ жизни, это правда так. Сейчас не модно курить, сейчас не модно пить, сейчас модно заниматься своим телом, своей душой, развиваться. Это действительно так, это стало модно, и это здорово. Да, но надо понимать, что, конечно, мы сейчас говорим об определённом проценте молодёжи, да. То есть всегда можно найти аргументы, что большая часть, она не такая, да, большая часть. Но по закону систем, да, маленькая, меньшая часть общества, но более слаженно работающая, да, меняет, скажем так, пассивную большую часть общества. Поэтому если мы говорим о том, что какая-то тенденция есть, и она не даже не мода, а она довольно устойчива, то есть она основана не на увлечении внешним, она на осознанности основана, да, потому что молодёжь, конечно, понимает, что вообще, когда ты реализуешь себя, то это другие ощущения. Когда ты заботишься о теле и полезно питаешься, это другое качество жизни. Это уже осознанность, это не мода. То вот эта как раз активная, слаженная часть общества со временем изменит менее активную, пассивную, спящую часть общества. Поэтому нормально, нормально. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Вашим Грязови. Немножко спущу вас на землю. Вот вы правильно сказали о проценте таких людей. Мир материален до того, что слишком вашей жизни не хватит. Это уж точно. Не говоря о нескольких поколениях. Но для начала хотя бы накормите Африку, Индию, хотя бы Китай, чтобы у него хотя бы пенсионная система была. А путешествовать, чтобы путешествовать, надо деньги зарабатывать. Понимаете? А процент таких, как вы, к сожалению, очень маленький. Он никогда не будет большой. Понятно, понятно. Спасибо. У нас просто мало времени. Ну, я, наверное, на него сейчас ответил. Что касается спасить Индию и спасить Африку, вы знаете, это, конечно, всё очень хорошо. А с какой точки зрения? Нам кажется, что вот если бы всех накормили, то общество начало бы развиваться. Но проблема в том, что ни одна цивилизация в мире не стала великой из-за того, что ей кто-то снаружи помог и её накормил. Мы после развала Советского Союза, Россия, Латвия, были странами абсолютно нищими и пустыми на самом деле. То есть у нас ни экономики, ничего не было. И мы всё равно, как страна... То есть мы находились, условно, на состоянии той же Африки и того же Китая или других стран. Но сейчас Китай, кстати, очень устойчив. Мы же все это знаем. Но реальные изменения совершают люди внутри страны. И мы не можем просто взять и сверху с самолётами скидывать еду. Это, конечно, наверное, правильно. И мы придём, я думаю, к этому. И так в Африку вкачиваются очень большие деньги. Но реальные изменения произойдут изнутри. И мы ответственны только за свои реальные изменения. Поэтому говорить о том, что, молодёжь, давайте делайте что-то, мы и так делаем, мы и так стараемся. Каждый на своём месте. Но, опять же, никакие изменения снаружи не происходят в мире. Тут пришло опять смс-сообщение о том, что молодёжь перестала пить, потому что ей объяснили это по Ютубу. Дескать, они сама поняли. Ну, я думаю, что это так. Ну, молодёжи объяснили по Ютубу, такая же молодёжь. Поэтому, понятное дело, что мы, люди, как бы имеем право и возможность распространять какую-то информацию. Это нормально. Спасибо Ютубу за это. Спасибо Ютубу, да. Тоже источник света. Конечно. Если бы не Ютуб, то мне было бы сложнее. Насколько, вот мы сейчас общаемся с вами через скайп, вот насколько эти технологии, с одной стороны, которые позволяют объединять людей, с другой стороны, разъединяют, потому что, ну, есть точка зрения, жалуются люди, что раньше собирались люди, общались лично, сейчас всё-таки все как-то сидят в телефонах, и личное общение как-то уходит на второй план. Вот что вы видите в этом, больше пользы или вреда современных технологий? Разъединяют или объединяют? Разумеется, больше пользы. Смотрите, давайте так. Вот когда люди жили в деревнях, да, я всегда это говорю, я скажу, люди жили в деревнях, и у них не было горячей воды. И они говорили, вот перееду в город, типа там, да, будет горячая вода постоянно. И они говорили, так если, другие им отвечали, так если будет горячая вода, вы что будете, вы же будете в этой горячей воде сидеть целыми днями, пока кожа не облезет, да, потому что, ну, как бы, казалось, что это некая роскошь, которая всё, поглотит тебя полностью. А на самом деле, вот когда ты вырастаешь с горячей водой, то это горячая вода просто. Так же и со всеми остальными видами. Дети, выросшие там вот в моём поколении, они, конечно, были зависимы от компьютера, от интернета, но современные дети, для них это такая же горячая вода. Они вот смотрят, ну, смотрят, ну, есть телевизор, ну, есть гаджет. Если мы говорим про вот эти перекосы, они временные, временные. И помимо вот этой тенденции, когда все в телефоне, есть очень много моментов, когда люди, наоборот, стали более часто собираться и с большим количеством... Я, допустим, вот подружился с кем-нибудь из другой страны, а потом приезжаю, когда в эту страну, я обязательно с ним увижусь, пообщаюсь, познакомлюсь. Ну, и как бы не так страшно, что люди сидят в телефонах. Куда было бы более страшно, если бы люди приезжали бы в другие страны с военными целями, чем если... У меня просто, опять же, надо же смотреть с точки зрения, опять же, материальных главных вещей. Вот если я знаю человека там в Украине, в Прибалтике, то я с ним общаюсь, то я никогда в жизни больше не поверю моим СМИ, которые в моей стране, которые говорят, что там живут плохие люди, которые не любят русских. И уж тем более меня никто не заставит пойти воевать с этими людьми. Так же и в вашем случае. Поэтому здесь польза для мира колоссальна. Ну что же, на самом деле у нас время потихонечку завершается. К сожалению. К сожалению. Я напомню, что сегодня с нами по скайпу из Санкт-Петербурга говорил Александр Меньшиков, создатель проекта «Революция сознания», ведущий семинаров, трансляции, психолог. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое. Я думаю, что мы ещё с вами встретимся. Я надеюсь, потому что есть очень много тем, которые мы бы с удовольствием ещё с вами обсудили. Я вот вижу микрофончик номер три, я думаю, вот за него я сяду. Вот уже очно. Будем рады, когда вы приедете. Обязательно попытаемся ещё раз с вами встретиться уже очно, потому что масса вопросов, которые я хотела вам задать и хотела обсудить, мы просто не успели. Так что большое спасибо за знакомство. Большое радость. Большое удовольствие. Благодарю вас. Да, что это только знакомство. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.